Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я снимаю мукбанг в деревне. Очень долго думала, какую локацию выбрать. Но дело в том, что сейчас утро, и на всех местах почему-то солнышко, и поэтому еле нашла тенек. Правда, фон не вау, но ничего страшного. Решила снять для вас мукбанг. Это скумбрия, которую мы еще привезли из города. Копченая, я ее просто обожаю, грейпфрут. Естественно, здесь в магазинах, в супермаркетах, даже в самых больших, нет ни авокадо, ни грейпфрута, к сожалению. Йогурт такой простоквашина с клубничкой. Пить мы с вами будем пепси. И, естественно, со скумбрией я всегда кушаю вареную картошку. Я очень извиняюсь за посторонние звуки. На самом деле, я сидела и ждала, пока все заткнутся, так скажем. В общем, сделать так, чтобы было вообще тихо не получается. Поэтому за посторонние звуки я заранее извиняюсь. Если вам в дальнейшем будут эти звуки мешать, то я, наверное, буду снимать дома. Хотя дома тоже все это слышно. Особенно, когда снимаю бумажные какие-то ASMR-видео. Вот. Ну, что делать? Как ваше настроение? Как ваши дела? Пишите в комментариях. У меня, в принципе, все хорошо. Здесь классный легенький ветерочек. Такая приятная атмосфера. Просто нечто. Не жарко, не холодно. Вообще, лето проходит просто супер. Давайте приступим с рыбки. А здесь, в принципе, очень хорошо. Единственный минус, который я могу отметить, это то, что нет такого изобилия продуктов, как в городе. В городе, в крупных супермаркетах есть абсолютно все. Начинают красные рыбы, заканчивая, там, не знаю, авокадо. Здесь, наверное, люди особо не покупают. Поэтому даже в больших супермаркетах все самое необходимое, так скажем, мясо, рыба. Хлеб. Например, сосисок моих любимых нет. Есть какие-то дешевые сосиски. То же самое касательно корма для Твикса. В принципе, раз в две недели можно ехать в Баку. Закупаться всем необходимым и приезжать обратно. Потому что мне здесь очень нравится. Подружка ругается, говорит, все лето там будешь. Потом будет зима. Никуда не сходим. Какая вкусная скумбля. Что произошло сегодня? Я просто офигела. Я должна вам это рассказать обязательно. Просыпаюсь я. Начну от начала. Дело в том, что каждый день, как только темнеет, Твиксик куда-то направляется. Куда, непонятно. Во дворе его нет. И всю ночь он где-то гуляет. Сейчас он спит. Потому что каждый день, всю ночь его нет. Где он, я не знаю. Поначалу я переживала. Думала, блин, потерялся дурачок. Что-то произошло. Его сейчас и забьют. И так далее. Ну, теперь я уже не переживаю, потому что я вижу, что он приходит. Но проблема в том, что каждый день вечером он уходит и где-то в 5-6 возвращается. Грейпфрут что-то невкусное. Если бы он был бы не кастрированный, то я бы его поняла. Но так как он кастрированный, я понятия не имею, куда он уходит. Потом мама говорит, он, наверное, на охоту. Но проблема в том, что он приходит голодный. Очень голодный. То есть, если он на охоту, то вроде как должен вернуться сытый. Но нет. Он приходит и просто набрасывается на свой корм. Прямо по его поведению понятно, что ничего добыть не получилось. Каждый день вообще где-то в 5 он начинает мяукать. Мама спит на первом этаже, я сплю на втором. Обычно это слышит мама, потому что маме ближе он. мама его пускает домой. Но он всегда хочет ко мне, потому что у меня в комнате корм, а у мамы внизу корма нет. И в общем, сегодня я слышу мяуканье и понимаю, что он где-то рядом. как будто прям под ухом мне мяукает. До этого тоже я слышала его мяуканье. Но я когда сплю, я знаю, что мама все равно внизу. Мама ему откроет дверь. А тут прикиньте, я на втором этаже и прям слышу, как он мне под ухом прям мяукает. Мне показалось это очень странным. Я открываю окно. Точнее, я просто встаю. И прям рядом с моей кроватью есть окно. Я вижу такую картину, как Твикс висит. Вот так вот ногтями. Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Я просто не поняла, как он там оказался, потому что поблизости нету ни одного дерева. Поблизости нету ни одного куста. Никакого забора, чтобы он перепрыгнул. Как он мог залезть на мое окно на втором этаже. Причем, вы знаете, он оттуда мог легко упасть, а внизу тропиночка из бетона. я не знаю, может, я обесцениваю способности своего кота и кошек в целом, но мне это показалось очень странным. Ладно бы, если рядом было бы дерево, да все что угодно. Единственный вариант, возможно, он мазил по стенам, как это возможно. Честно, я была очень удивлена, увидев эту картину. Быстренько прям открыла окно, и как назло, в этот момент окно никак не открывалось. То ли я с перепугом, не знаю, я когда в панике, у меня вообще ничего не получается. Даже то, что я умею, идет на ноль. В общем, быстро я открыла окно, взяла его. Я вот одного не понимаю. Я встаю в восемь. Ты до пяти гулял. Ну прям так сильно ты хочешь прийти ко мне на второй этаж. Подожди пару часов. Неужели это так сложно? Неужели стоит рисковать своей жизнью, чтобы не ждать три часа? Сейчас, наверное, вы спросите, а почему мы вообще его пускаем вечером? Можно же просто его запереть в комнате. Он вообще очень упертый. И если ты его не пускаешь, он не успокаивается. Он сидит около двери и начинает мяукать. мяу, мяу, мяу. И ни в какую не успокаивается. То есть мы с мамой уже пробовали его не пускать. А мы его не пускали, потому что он приходил побитый. Весь из царапанной, побитый приходил. Мама как-то в один день говорит, давай не будем его еще пускать. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, кто-то мне объяснит, почему так происходит. Куда он вообще? Кастрированный кот, какие у него могут быть инстинкты? Почему именно ночью? Но если бы я сегодня проснулась по чуть-чуть позже или бы открыла окно не так быстро, он бы просто шлепнулся на кафель со второго этажа. Какой-то очень горький грейпфрут. Вроде выглядит аппетитно, но достаточно горьковат. Раньше, когда он гулял, он гулял где-то здесь. И когда даже он ругался с другими котами, тут были какие-то разборки, мы обязательно это слышали. Я в свою очередь стараюсь подкармливать всех котиков, которых вижу. И мама говорит, вот они все сейчас набросятся на нашего кота, сейчас будут постоянно приходить и так далее. У меня есть одна фраза для этого всего. Чужих котов не бывает. Такие маленькие здесь кошки. Блин, надо было вам снять эту картину. Хотя, наверное, если бы я еще взяла телефон, начала бы это все дело снимать, то он бы точно упал. мы просто не видели наш дом. Вот это окно, которое около моей кровати, оно не граничит ни с чем. Твикс, мы как раз про тебя болтаем. На. Ксс. Ксс. Каждый день загораю. безрезультатно. Каждый день 15 минут. Я у кого не спрашиваю, кто приходит к нам, говорю, я загорела. И все мне говорят, нет. А сегодня нанесла тон. Я всегда тон сначала наношу на руку, а потом уже распределяю по всему лицу. И, в общем, я заметила сегодня, что очень сильно тон отличается от цвета моей руки. Прям кардинально отличается. А это все, о чем говорит о том, что я все-таки загораю. Не знаю, правда, как получилось видео. Надеюсь, что нормально, потому что мне не очень видно. Свет прям падает в глаза. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. У нас сегодня по планам съездить в большой супермаркет, который находится здесь в городе. Там хотя бы более-менее выбор. Мы хотим еще духовку купить, пиццу здесь готовить. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока!